Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков от компании Тикмилл и семья Артур Изятуль. Пока доллар снижается, предположительно, на ожиданиях счастливого конца торговых переговоров, Айена тонет в предупреждениях главы Банка Японии Харуки Кукуроды. Золото, пользуясь случаем, стремительно покоряет среднесрочные вершины. Вчера же у этот металл подорожал на 14 долларов до 1341 доллара за тройскую концу, а с ноября прошлого года принес почти 12 процентов доходный капитал удачным инвесторам, которые вложились в тот момент золото. Последний ралли позволило золоту достигнуть максимальной отметки за 10 месяцев. Последний раз золото стоило столько же в апреле прошлого года. Что, однако, смущает в удорожании золота, так это вмешательство новых факторов роста и довольно приглашенные пробеления традиционных, таких как статус защитного актива. Большую часть 2017 года золото имело отрицательную корреляцию с рисками активов, например, с индексом S&P 500. То есть отток из инструментов с более высоким риском сопровождался ростом золота и наоборот, например, вот на этом промежутке. Однако в конце декабря корреляция, как вы видите, сменилась на положительную, то есть и на S&P 500 и золото начали расти вместе. Это примерно совпало с тем моментом, когда ФРС начала пересматривать планы по ужесточению, что открыло перспективу снижения альтернативных издержек инвестиций в золото. То есть сигнал об общем снижении реальной доходности в экономике США несколько укрепил привлекательность золота в других активах, прежняя ожидаемая доходность которых начала вызывать сомнения. Любопытно, что в прошлом году золото пользовалось статусом защитного актива даже больше, чем доллар, иен и казачийские облигации США. То есть отрезательная корреляция с S&P 500 была наиболее выражена. Возможно, что золото стало участником некоторого общего ралли. С декабря рост не только инвестиций в 900, но и рынок сырьевых товаров, включая VTI, который отскочивает нижние границы диапазона 40-45 долларов, и сейчас торгуется выше отметки 55 долларов. Другие базовые металлы также показали впечатляющую динамику. Взять, например, палладий, который вырос почти на 50% с августа прошлого года, обгоняя при этом золото по стоимости в номинальном выражении и даже достиг исторического рекорда на фоне замедления роста предложений и повышенного спроса как эффективного капализатора в автомобильных двигателях. Однако наиболее любопытным фактом стала активность центральных банков на рынке золота. Пока мы фокусируемся на ежечасных апдейтах торговых приговоров и твиттере Трампа, мировые цены под шумок скупают золото. Объем покупок в 2016 году вырос на 74% в годовом выражении и обозначил максимальный темп с развала Бреттон-Вудской системы. При этом самые крупные покупатели выступали Россия и Турция. Естественно, это наводит на мысль, что эти страны как-то пытались хеджировать свои национальные валюты от санкций и их попутного снижения их национальных валют против доллара. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. А также возможно, что в краткосрочной перспективе золото находится на прицеле у тренд-следящих роботов, активность которых усиливает друг друга, вызывая некоторые самостоятельные ралли желтого металла. Ближайшее сопротивление золота может находиться на отметке 1366 долларов за тройскую инкцию, где происходили неудачные попытки прорваться вверх в середине 2016 года и в начале 2018 года. Однако, рассуждая в контексте глобального тренда, в частности спроса на золото, смогут ли дальше мировые ЦБ также незаметно скупать драгоценный металл. Также хотелось бы получить комментарий и услышать ваше мнение по этому поводу. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.